Наша религия держится на двух вещах в каждом из нас. Первое – это убеждение. Убеждение, которое привело тебя к пониманию, знанию, что нет божества, кроме Единого Аллаха и Мухаммад Его Посланник и другие вещи, которые составляют твою веру во Всевышнего Аллаха. И вторая основа – это любовь. Любовь к Аллаху, любовь к Посланнику Аллаха, салли Аллаху алейхи ва саляма. Ибо Посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи ва саляма, сказал, «Валлахи ла юмину» – поклялся, он сказал, «Клянусь Аллахом, не уверует из вас никто до тех пор, пока не возлюбит меня больше всего на свете, больше своих родителей, больше своих детей, пока он не возлюбит меня», – сказал Посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи ва саляма. И вот эта любовь – то, к чему мы все стремимся. Посредством изучения жизни пророка, посредством присутствия вот на подобных мероприятиях, маджлисах. Мусульманин должен всегда иметь свою цель. Цель наша, что бы он ни делал, какое бы действие он ни совершал, там должна быть цель, которую мы все называем «нияд». Наше намерение должно быть посредством участия в маулидах, изучения, слушания его жизнеописаний. И цель должна быть увеличить свою любовь к пророку, салли Аллаху алейхи ва саляма. И тогда, так это чувство, именно это чувство, чувство любви к Аллаху, любви к Посланнику Аллаха, расставляет многие наши проблемы, решает многие наши проблемы, ставит все на свои места. Одним из таких является наша любовь друг к другу. Любящий пророка не может любить своего брата уверовавшего. Мы все много говорим о братстве, много говорим о любви друг к другу, но на деле нам многое еще предстоит сделать. Посланник, то есть тот аят священного Корана, где Аллаху Та'ала говорит, «Азу билляхи минаш-шеданир-раджим, бисмилляхи ррахмани ррахим, инна халякнакум чу'убам ва-каба-илля лита'арафу, инна акромакум инда Аллахи аткакум». «Воистину я сотворил вас, говорит Аллах, народами и племенами, для того, чтобы вы познавали друг друга». Та'аров, слово Та'аров в данном аяте означает близость наша, наше расположение друг к другу, наша любовь друг к другу, ибо, и далее Аллах говорит, «Воистину лучший среди вас тот, кто более богобоязлив». Сегодня нашему единству угрожают очень много разных вещей, разных факторов. пытались какое-то время на почве наших народностей, на почве национализма, и сегодня продолжают пытаться расколоть наше единство на религиозной почве, разжигая всякие споры на разные темы ислама, разжигая, подталкивая к этим спорам, естественно, только лишь невежественную молодежь. Сегодня стало модным спорить, вот я вот что-то вычитал где-то, и вот я на эту тему должен поспорить, я должен это доказать. Это глубочайшее заблуждение. Спорить в вопросах религии, споры не должны вообще возникать. Возникать должны научные диспуты в кругу компетентных алимов, которые умеют друг друга выслушивать, которые вооружены аргументами, и вот споры по поводу религиозных вопросов, это их вопрос, это их дело. А молодые люди, простой народ в вопросах религии должен говорить, я не знаю. И следовать, конечно, за тем человеком, кого знанием, кого богобоязливости он доверяет. Даже если он видит, что этот человек не прав, а он лично прав, он обязан воздержаться от споров. Ибо посланник Аллаха, саламу, в одном из своих хадисов сказал, тот, кто воздержался от споров, будучи правым, ему аджр вдвойне, сказал посланник Аллаха. Ему будет аджр вдвое больше. И также в другом хадисе посланник Аллаха сказал, Аллах какой-либо народ не погубил, кроме как предоставив им споры. Споры – это то, что нас сегодня раскалывают. На религиозные темы, вопросы, в которых нужны только знания, только знания могут все расставить на свои места. Простые люди, начитавшиеся строчками на кириллице, строчками из переводов, вступают в споры. И эти неправы, и те, кто вступают с ними в споры, тоже, я считаю, неправы. Нельзя спорить. Если кто-то начинает спор, и второй не делает шаг назад, не прекращает спор, спор продолжается и перерастает в неприязнь, потом во вражду. Вот это нужно прекратить. Оставьте споры, пусть они спорят. Они умеют спорить, они умеют это делать. И вот, читая аят Священного Кур'ана, который я прочитал, Аллаху Та'аля говорит, «Ауузу Иллия и Мяшчану Ани Рожиму, я сотворил, я инна халакнакум шурубам ва кабаиля, я вас сотворил народами и племенами». Читая этот аят, конечно же, мне кажется, что этот аят особенно не спослан для нас, для дагестанцев, потому что такой республики, такой страны, где рядом друг с другом проживает столько разных народностей, нет ни в одной точке земного шара. Когда, бывая там или в каких-то других странах, ты говоришь об этой особенности своей республики, они удивляются. И только благодаря Всевышнему Аллаху, благодаря Его религии, мы сегодня вот так сидим здесь, представители разных народностей, люди, которые сюда выходят, читают нашиды на неродном тебе языке, но ты сидишь, и как будто бы ты все это понимаешь. Как будто бы все ты понимаешь. Язык у нас стал одним, потому что мы стали одной нацией, нацией мусульмин, нацией мусульман. И вот этой нацией только мы можем гордиться. Только этой нацией мы можем радоваться. Только этой нацией мы можем восхищаться. Те люди, которые призывают к национализму, посланник Аллаха сказал, они не мои люди, сказал. «Ла исаминна мандаа аля асабия», сказал. Те люди, которые призывают к спорам, к расколам, они не наши люди. Прекращайте с ними спор. Не давайте поводу, воздерживайтесь от этих споров. Лучше великие имамы, великие сподвижники, когда к ним люди приходили с вопросами, они говорили, «Я не знаю», «Я не знаю». Передавали этого человека, этот человек переходил от одного к другому, и они отвечали, «Я не знаю», и, конечно, один из них отвечал, «Не знаю», это очень красивое слово. Сегодня очень много распространяется лжефетв, лжесвидетельств, лже знаний об исламе. Особенно из женской среды тоже выходят всякие небылицы, которые относят к исламу. В вопросах ислама говорите, «Я не знаю», и отправляйте к людям, которые обладают знаниями. Побольше держите тесно связь с вашими имамами, алимами, связывайтесь с ним. Сегодня можно и по телефону задавать вопросы. И давайте беречь наше единство, гордиться этим единством, и будем всегда, останемся до самой смерти. Дай Аллах, чтобы мы, будучи мусульманами, покинули этот свет, и чтобы мы, будучи мусульманами, достойными мусульманами, прожили свою жизнь. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.